Обеспечить финансовую стабильность. Это одна из задач, которую обозначил глава государства на расширенном заседании правительства в феврале этого года. Как выполняются поручения лидера нации у нас в регионе, смотрите в нашем репортаже. Мировой кризис – настоящая угроза для экономик различных стран. Есть риск и для нашего Казахстана. Потому на расширенном заседании правительства в феврале этого года глава государства Нурсултан Азарбаев поставил перед Национальным банком республики задачу – обеспечить финансовую стабильность. В связи с этим в стране разработана концепция развития данного сектора. Прежде всего мы хотим поддержать банки тинговой ликвидностью. Во-вторых, повышение роли национальной валюты. В-третьих, повышение доверия банков к системе со стороны населения. Это, прежде всего, увеличение суммы гарантирован с 5 до 10 миллионов. Сегодня только в северо-казахстанской области открыто 17 филиалов банков второго уровня. По итогам прошлого года смело можно заявить о том, что население финансовым институтам доверяет. Уровень депозитных вложений увеличился на 1,3%. Это составили 64,3 миллиарда тенге. Я считаю, это не так уж мало. На душу населения приходится примерно пол-113 тысяч тенге по нашей области. Если говорить о снижении уровня долларизации экономики Казахстана, то сегодня в стране для этого разработан целый комплекс мер. Прежде всего, обеспечение макроэкономической стабильности. У нас они есть. Кстати, мы, наверное, из таких стран, где за прошлый год целый вал внутренний продукт рос. Второе – это направление развития безналичных платежей и сокращение теневого оборота. И третье – приоритет национальной валюты над иностранной. Рассчитан проект по дедоларизации на текущие 2016 годы. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.